К сожалению, я не могу вам показать ту домашнюю аптечку, которая у меня была 7 лет назад и ранее, потому что её просто нет, её не существует. Тех лекарственных препаратов, которые раньше наполняли мою большую коробку под названием «Домашняя аптечка», их просто нет, потому что мы больше их не покупаем, мы ими не пользуемся. Что же произошло? Мы что, стали такими идеально здоровыми, что у нас нет необходимости иногда прибегать к медицинским препаратам? Да нет, мы живые люди, и в принципе с нами тоже иногда случаются какие-то, ну, не очень значительные, но всё же бывают некоторые неприятности со здоровьем. Ну, например, мы можем схватить вирус, или мы можем порезаться, получить какую-то травму, может заболеть зуб. потянул спину и так далее. Где-то не выспался, заболела голова, понервничал. Если раньше мы на все эти ситуации, конечно же, применяли какие-то лекарственные препараты, то сейчас мы полностью заменили эту фармакологию природными средствами. Что же мы используем? Давайте будем разбирать прямо на примерах. У каждого человека иногда в жизни случается расстройство пищеварения. Что-нибудь, какой-нибудь не свежий продукт, или что-то переел, или сделал какое-то неудачное сочетание, или поехал в какую-то другую страну, и там не смог быстренько адаптироваться к новой пище. Происходит расстройство пищеварения, может быть, все, от поноса до запора. Также никто не отменял ротовирусную инфекцию, различные кишечные инфекции и так далее. К чему мы прибегали раньше? Ну и сейчас прибегают многие люди, практически все, и мы в том числе прибегали раньше. Если мне не изменяет память, при поносе мы покупали лапирамид. Вот это я помню. Если случались какие-то желудочные расстройства, мы пользовались мизимом, или фисталом, или что-то в этом роде. Теперь мы используем эфирное масло, точнее смесь эфирных масел с очень красивым названием «Дайджи-сдзен». Что входит в этот флакон? Что это за эфирные масла? А это всего лишь эфирные масла фенхеля, аниса, тмина, кориандра, эстрагона, мета-перечный. Знакомы вам эти названия? Конечно, знакомы. Это просто эфирные масла, которые выжили из этих целебных растений и соединили их в определенных пропорциях в одном бленде и получили пищеварительную смесь. Смесь эфирных масел, которая решает все вопросы желудочно-кишечного тракта и отравления в том числе. Рассмотрим другую ситуацию. Сейчас очень многие пожилые люди принимают аспиринокардио для профилактики тромбов. Мы используем для этой цели другое средство. Я и мой муж, и моя мама, мы тоже пожилые люди, и моей маме 86, нам уже 60 и за 60, поэтому мы тоже должны думать о профилактике тромбов. Но мы используем не аспиринкардио, мы используем эфирное масло лимона. Мы просто пьем воду каждый день, несколько раз в день, с одной каплей эфирного масла лимона. Результат тот же самый. Это ощелачивание крови, это большая текучесть крови, но при этом мы не получаем никаких побочных эффектов, потому что это всего лишь масло, которое выдавили из кожуры лимона. Никто из нас не застрахован и от головной боли. И хотя сейчас, когда мы уже с мужем ведем здоровый образ жизни, и голова болит крайне-крайне редко, только по каким-то очень форс-мажорным ситуациям, типа переутомления. Но тем не менее, даже если это случается, мы не используем анальгин, как это было раньше, не используем ни цитрамон, ни какие-то другие обезболивающие лекарственные препараты. Мы используем эфирное масло, очень интересное масло, которое добывается из смолы, деревьев, копайских деревьев. Есть такие деревья в Африке. И из этой смолы добывается масло. И это масло называется копайба. Это универсальное обезболивающее эфирное масло, которое совершенно спокойно можно применять внутрь, каплю под язык, и получаем эффект обезболивания без побочных эффектов. Причем практически моментально. Очень популярным средством для снятия головной боли является эфирное масло мятоперечное. Это общепризненный спазмолитик, причем очень мощный спазмолитик. Поэтому достаточно нанести одну каплю на виски, на лоб, и буквально в течение одной минуты мы получаем мощный обезболивающий эффект именно за счет снятия спазма и улучшение кровообращения в области головы. У нас могут быть боли и другого характера, например, боли в опорно-двигательном аппарате, поскольку мы работаем физически, у нас стройка, у нас огород, и это могут быть всевозможные травмы или растяжения, или просто усталость, перетрудил мышцы. Мы используем в этом случае эфирную смесь Deep Blue. Название вам, конечно, ни о чем не говорит, хотя переводится оно как глубокий синий. Это действительно смесь синего цвета и состоит она из нескольких масел. Здесь и грушанка, и камфора, и мята перечная, и ланг-эланг, османтус, бессмертник, ромашка аптечная. Некоторые названия вам знакомы, некоторые нет, но все это названия растений, из которых добывают эфирные масла и соединяют их вот в такие суперобезболивающие средства, которые мы просто применяем наружно, берем на пальцы, можем массировать голову, можем массировать шейно-воротниковую зону, либо любую часть тела, которая у нас, ну, либо травмирована, либо просто перетружена. Например, боль в суставах тоже прекрасно убирается вот этой смесью Deep Blue. Если раньше мы в лучшем случае применяли какой-нибудь Менавазин, а в худшем Деклофенак или Кетарол, то сейчас это полностью заменено эфирной смесью. Насморк. Что мы раньше применяли от насморка? До чего мы только не применяли? Даже сложилась такая пословица, если насморк лечить, он пройдет через 7 дней, если не лечить, то через неделю. Ну, это шутка, но на самом деле мы даже не допускаем такой ситуации, чтобы неделю мучиться с насморком. Как только он появляется, мы сразу принимаем определенные меры, и одной из таких мер является эфирная смесь Breeze. Если раньше мы брали пеносол, глазолин, пенонорм, что еще? Я, честно говоря, даже уже начинаю забывать эти названия. Сейчас мы применяем только одно. Это смесь Breeze, которая состоит из масел мяты перечной, лавра, эвкалипта, чайного дерева, лимона. И в этой смеси прекрасно раскрываются при ингаляционном способе применения дыхательные пути, снимаются отеки, нормализуется дыхание, проходит насморк очень быстро, и общее самочувствие очень быстро улучшается. Если при кашле мы раньше бежали в аптеку за бронгексином, либо АЦЦ, или что-то в этом роде, то сейчас мы также применяем Breeze, просто капаем в ладошку, подносим ладошки к носу, дышим. Это называется ингаляционный способ применения, и прекрасно справляемся с кашлем. Ну, кроме того, мы можем еще применить эфирное масло в фенхеле, его можно просто капать одну капельку в ложку меда, и есть этот мед, запивая чаем, несколько раз в день, прекрасно разжижает мокроту, выводит, освобождает бронхи, и очень быстро наступает улучшение. А еще у нас есть совершенно невероятное масло ладан, и если это масло использовать наружно, на грудную клетку, то это очень хорошо смягчает вот это острое состояние при кашле, особенно при сухом, надрывном кашле. Ладан прекрасно справляется с этой ситуацией, а также мы можем его применять внутрь каплю под язык, и это способствует разжижению мокроты и быстрому ее выводу. Даже такие безобидные средства, как йод, зеленка или перекись водорода, мы заменили эфирными маслами. Это лаванда и чайное дерево. Любые раны, порезы, мы наносим лаванду просто в чистом виде на рану, и она очень быстро заживляет. То же самое, чайное дерево, как раны, так и гонички, какие-то прыщи, тоже очень быстро заживляют. В том числе, кстати, и гербес. А если, например, случается такая ситуация, как ожог, неважно, солнечный, или просто неаккуратно обращался с утюгом, или не так взял чайник, ошпарился, мы наносим масло лаванги прямо в чистом виде на ожог. Это можно делать и очень быстро снимается болевой синдром, и ожог очень быстро заживает. В отличие от ситуации, как это было раньше, когда мы были вынуждены бежать за пантенолом и долго и упорно им лечиться. Лаванда это делает гораздо быстрее и эффективнее. И, конечно же, без побочных эффектов. Какие-нибудь нервные ситуации, когда хочется принять валерьянку или что-нибудь в этом роде. И хотя валерьянку мы не считаем химическим препаратом, она все-таки сделана из корня валерьяны, это растение, но мы даже здесь идем более приятным путем и используем такие замечательные, благоухающие просто смеси парфюмы, такие как адаптив и баланс, дыхать их одно наслаждение. И даже если вы их распылите в помещении с помощью диффузора, мой он стоит здесь у меня, то никто не скажет фу, чем это так пахнет, как это мы обычно делаем, когда в доме пахнет валерьянкой. Эти эфирные масла, это очень приятная атмосфера и, конечно же, очень быстрое успокоение. Тема вируса никого не обходит стороной. Что мы раньше покупали? Всякие противовирусные препараты, если болит горло, мы брали леденцы, стрепсилс со вкусом лимона или апельсина. Теперь мы используем совершенно другое средство. Это смесь эфирных масел, которая называется ОНГАРД, переводится на СТРАЖИ. Что входит в эту смесь? Потрясающие масла, дикий апельсин, гвоздика, розмарин, корица, эвкалипт. Соединяются вместе, они просто убивают вирус. Это очень вкусная смесь, которую мы просто смешиваем с медом, добавляем одну капельку на чайную ложку меда, пьем с чаем, наслаждаемся вкусом и при этом еще и убиваем вирус. И замечательно работает на снятие боли в горле. И это гораздо лучше, чем стрепсилс, который все равно даст побочный эффект, как и, в принципе, любое другое лекарство, все равно будет побочный эффект. Либо мы будем потом лечить желудок, либо кишечник, либо у нас будет непорядок с печенью, или на коже что-то высыпет, какая-нибудь аллергия. В отличие от медикаментов, эфирные масла никогда не дают таких побочных эффектов, если применять их правильно и соблюдать дозировки. У нас тоже есть леденцы. Они называются бриз, и мы можем их применять и при боли в горле, и при простуде, и при кашле. Другие леденцы, это не стрепсилс, и в них нет ни одного вредного компонента. Как видите, у нас довольно много масел. То, что я перечислила, это всего лишь небольшая часть из того, что мы, в принципе, имеем, к чему мы имеем доступ, к какому огромному богатству коллекции эфирных масел Дотера. Но чтобы начать менять потихонечку свою домашнюю аптечку, достаточно всего лишь одного вот такого маленького набора, который так и называется семейная аптечка. Здесь 10 масел, 10 основных масел из тех, что я перечислила, которые и закрывают все наши проблемы, которые случаются с каждым человеком в обычной жизни, и на которые раньше мы обязательно давали ответ со стороны фармпрепаратов и получали при этом последствия, от которых потом были вынуждены опять же лечиться с помощью других препаратов. То теперь мы избавились от этого ужаса и мы используем только природные средства. Только природные, к которым нет привыкания, нет побочных эффектов. И в итоге эти средства оказываются экономнее и выгоднее, чем фармпрепараты. Фармпрепараты. Субтитры создавал DimaTorzok